Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребята, к новостям из мира наших коррупционеров, да, из мира Бентли, Роллс-Ройсов, дорогих Бирюликов и такого прочего. Значит, вчера на взятке 2 миллиона 800 тысяч долларов погорел, вдумайтесь, глава Верховного Суда Украины, князев. 2 миллиона 800 тысяч долларов, это стоимость нового танка. Это стоимость неизвестного количества Мавиков, которые можно было направить на фронт. Но это гнида, по-другому не скажешь, судейской мантии. Она решила, что еще один Роллс-Ройс ей как раз подойдет, а вот беспилотники на фронте не нужны. Предлагаю просто подумать, вдумайтесь, это Верховный Судья. Верховный. То есть, выше него уже все, никого нет. Это самый главный судья. Оказался просто проходимцем и ворюгой. Причем я абсолютно спокойно это говорю, мне вряд ли он мне что-то сделает, потому что он и есть такой. Но когда тебя берут на взятки 2 миллиона 800 тысяч, он, кстати, сейчас задержан, сидит в КПЗ. Тут даже не о чем разговаривать. Не, можно кричать, что ты не прав. Что ты, точнее, прав, что тебе подбросили. 2 миллиона 800 тысяч подбросили. Верю, охотно. Причем, понимаете, эти гниды, они же не берут по 20 тысяч, они берут миллионами сразу, чтобы виллу себе на Канарах купить и свалить. Еще один очень интересный. Ну, я, честно говоря, сколько раз сталкивался с судьями, ну, как вам сказать, личный опыт, да, ни одного порядочного. Вот я не помню, вообще не помню. Вот все князевы, вот все, кого я видел, а я видел, ну, не знаю, десяток, наверное. Вот все были князевы, все как один. Только один князев побольше рангом, а другой пониже. Один больше огнида, другой меньше огнида. Ну, вот все, все вот такие вот подзаборные, понимаете. Я когда-то, и причем, да, тут вопрос даже шире, чем вот этот князев. Дай бог, чтобы его, конечно, посадили в результате, чтобы он не откупился, потому что это же не первое. Мы все прекрасно понимаем, что это взяли его на этой взятке 2 800. Он же взял, я абсолютно уверен, он брал и до этого. То есть денег у него там куры не клюют, это и коню понятно. Плюс, вы же поймите, это кем надо быть, чтобы, одно дело, кем надо быть, чтобы во время войны это все воровать, в таких количествах, да, это первый момент. А второй момент, вот вдумайтесь, этому персонажу, мягко скажем, у него же зарплата была 700 тысяч гривен в месяц. То есть боец на фронте получает, да, со всеми боевыми и так далее, и так далее, в 10 раз меньше, чем он. Ну, может 9, не знаю, но плюс-минус, да. Вот эта тыловая крыса объедала нас на 700 тысяч гривен в месяц. И ей показалось, что денег мало, бабла не хватает, баблишка, он уже там присмотрел в Майами, или где он там что присмотрел, маеток с полукраиной величиной, и уже готовился, наверное, на выход. Понимаете? И вот смотрите, кто у нас жил хорошо, да, вот сейчас Фуксу предъявили, олигарху, обвинение, украл, по-моему, 100 миллиардов гривен. Кстати, кто ему дал гражданство, как он вообще сюда попал? Это же Путинский. 100 миллиардов гривен украл. Там у Фиртошу обвинение 30 миллиардов, они не воруют миллионами даже, они воруют миллиардами. И все они были в шоколаде, они хорошо ходили, славно ели, добрые спали. Эти все Фиртоши, эти все князи, Фуксы, это вся сволочь. Вы знаете, вот когда нет в стране люстрации, не была сделана люстрация вовремя, в 2014 году у нас был шанс это сделать, кстати. И в 2014, я, кстати, обвиняю гораздо больше, чем Порошенко, я обвиняю Ющенко. В 2014 году у нас был шанс. Ющенко был тогда богом. Вот этих всех, ну Фукса еще не было, но вот этих всех Фиртошей, Суркисов, Шмуркисов, вот эту всю шоблу, можно было помножить на ноль. Этих всех Пинчуков, Шминчуков, Ахметовых, Бахметовых, Мухметовых, всех. На ноль можно было помножить. Этого сделано не было. Потому что у Ющенко были, оказывается, люби-друзи, которые тоже хотели очень перекусить за счет государства. И вот мы пришли к тому, что глава Верховного Суда ворует 2 миллиона 800 тысяч долларов. Кстати, сегодня будет пресс-конференция НАБУ, и они расскажут, что и как там было. Да, после этого обыски были еще у 18 судей Верховного Суда. Вы вообще представляете себе? Там будет и сессия самого Верховного Суда. Они, конечно, сейчас все будут кричать себе пяткой в грудь, что вот этот подонок, а мы все такие хорошие. Еще раз говорю, мое личное общение с судьями показывает, что они такие же все, как князи. Это мое мнение личное. Я на нем стою. Но тут, понимаете, еще один момент. Когда не было... Вот я за иллюстрацию заговорил, и совершенно зря не закончил мысль. Если бы в свое время, я вот говорил, в 2004 году, что нужно было сделать? Уволить всех судей до одного. Ни одного судей в стране не оставить. Да, это бы остановило судопроизводство на год. И знаете, кого набрать? Студентов юридических факультетов. Студентов, даже не преподавателей, студентов. Тех, кто еще не успел заворваться до беспредела, охаметь и охренеть от ворованных бабок. Понимаете? Да, это бы вызвало своего рода юридический коллапс в тот момент. Но это же был Ющенко. Ему надо было бджолы. Да, бджолы там гудуть, бджолы на гудуть. Люби друзей, опять-таки, должны были покушать. Перекузи уже морду, а такие понажирать себе за наш счет. Понимаете? Ющенко ничего не сделал. Хотя был богом на тот момент. И он мог сделать все, что угодно. Но оказался ничтожеством. И вот этот момент был упущен. Надо было набрать студентов. Да, это дало бы кучу косяков. Вот кучу косяков дало бы. Процентов 20 из этих студентов оказались бы тоже коррупционерами в результате. Но мы бы получили ядро, новое ядро новых судей, нормальных, с нормальными лицами. А не с вот этими рылами, которые там сегодня сидят. Там рыло сидят. Там князевы сидят. Сплошные. И нам все равно это придется делать. Вы представляете себе, если верховного взяли, какие там под ним, снизу. Все равно их всех придется уволить. Не сегодня, а значит завтра. И все равно придется брать тех, кто не запятнен. Не запятнен об этом. Кто из студентов юридической факультуры. Мое глубокое убеждение. Выпускников. Да, они будут косячить. Да, еще раз говорю. Да, кто-то из них там тоже подсядет на деньги и так далее. Но это уже будет не то количество взятых. Вот если сейчас так подойти к нашим судам. То там взяточников будем говорить. Я просто выскажу свое мнение. 90-95 процентов. Вот так где-то. Если бы мы их всех уволили в 2004 году. Сейчас бы взяточников в судах было на 15 процентов. Понимаете? А вот теперь мы говорим о качестве решений судов. Надо было просто уволить всех. Выгнать всех. Причем не только судей уволить. Надо было уволить всех секретарш. Всех водителей, которые возили судей. Уборщицу тетю Зину, которая у нас Печерский суд убирает. Ее тоже надо было уволить. И кота. Там спит под лестницей. Кот Васька. Кота надо было выселить. Его заменить на другого кота. Вот тогда. Вот тогда. Сегодня в стране была бы другая страна. Была бы страна как Эстония. Была бы страна как Латвия. Как Польша. Как Хорватия. И так далее. Вот это все ослабляет нашу. Вы представляете сколько Фуксы, Шмуксы, Пинчуки, Шминчуки, Ахметовы, Фирташи, Шмирташи. И все украли денег у армии. Вот я вам сейчас на секундочку. Представляете сколько они натырили. Да нам можно было две армии вооружить. Четыре армии. Такие как сейчас есть. Но они украли все. Они украли все. Потому что этому нужна была 31 вилла. Тому 22 яхта. А этому 16 Мерседесов одновременно. Потому что его задница влезает только в 16 Мерседесов. Один не влезет. Это все досужие разговоры. Но слава Богу, хотя бы сегодня, хоть кто-то, хоть кем-то занимается. Потому что я честно говоря не припомню, чтобы у нас вообще их хватали. Ну да, судей там помельче райсудов даже сажали. Но вот такого ранга, это первый раз. Это слава Богу, сейчас НАБУ, конечно да. Это мощь. Это же понимаете, к такому супчику как Князев или как Фукс. Ну Фукс там в СБУ работает. Слава Богу тоже. Фукс или как Фирташ. К нему нельзя подойти просто так. Там нужно иметь железно-доказательную базу. Он сейчас наймет 100-500 миллионов адвокатов. Обсядется со всех сторон, будет сидеть 40 адвокатов. Понимаете? И сверху у него на лысине тоже будет адвокат сидеть. Со всех сторон. А, и под стульчиком еще один будет сидеть. Он обложится ими как дворовая сучка блохами. И поэтому, конечно, должны быть железобетонные доказательства. Но, теперь о хорошем. Слава Богу, что их начали брать. Теперь очень важно, чтобы Фуксы, Шмуксы, Князевы заняли достойное место на скамье подсудимых сначала. И потом в тюрьме. В тюрьме обязательно. Вот выйдет Князеву лет через 15 из тюрьмы. Посмотрит. А Украина уже совершенно другая. Это та Украина, в которой вот этим вот Князевым шмуксом шмуксом зарплаты по 700 тысяч не платит. Получит он свои 3 тысячи по старости. И пускай гуляет. Все будет до Украины. Субтитры создавал DimaTorzok.